Любовь Байшева – мама девочки, которую жизнь приковала к коляске. У ребенка сложное и редкое генетическое заболевание. Из-за него каждое неловкое движение может привести к тяжелым последствиям. Каждый выход из дома превращается в настоящее преодоление препятствий. Заехать нельзя, спуститься это очень тяжело. Мне одной приходится с ребенком сидеть, спускать ее и поднимать. Коляска весит порядка 50 кг. Вы можете понимать, что хрупкая девушка. Спустить такую массу без посторонних помощей невозможно. Мне приходится просить двоих взрослых, чтобы это можно было спустить и поднять. А если это будет уже инвалид-колясочник один, то он этого сделать не сможет. И хотя аптека, магазины, почта и детская поликлиника в шаговой доступности, бордюры, проезжая часть и даже сам выход из дома для женщины с коляской становятся непреодолимой сложностью без помощи посторонних. У нас проблемы не только в поликлинике, у нас проблемы в почтах, у нас проблемы в аптеках, у нас проблемы вообще во всей инфраструктуре, которая вокруг нас живет. И я знаю, что это не только в московском районе, это во всех районах, во всех. Вы понимаете, вся проблема в том, что на нас не реагирует никто, ни администрация, ни прокуратура, как надзирательный орган. Не меняется ситуация просто. Просто одни отписки. Проводить эксперимент с дочерью Любови активисты не рискнули. Слишком большая опасность для ее здоровья. На помощь пришел Роман. Он каждый день сталкивается с такими же трудностями, что и мать ребенка-инвалида. Проделать путь от дома женщины до шестой поликлиники в московском районе. Вот его задача. Проблемы начинаются уже у подъезда. Смотрите сюда, подойдите и сфотографируйте. Вот колеса, видите, колеса не проходят по этим рельсам. Это, как правильно назвали, просто железяки. Из-за высоких бордюров на улице Косачева, а это 25 сантиметров вместо 5 по нормативам, передвигаться приходится по проезжей части. Проще ехать по проезжей части, потому что тротуары у нас практически не делаются. Дороги более-менее за платки ставятся. Тротуары забывают про них. Поэтому проезжая часть – лучшая альтернатива. В продуктовый магазин или на почту зайти самостоятельно также не получится. Отсутствуют пандусы. После первого рейда в начале лета этого года у местной аптеки появилась кнопка, нажав которую колясочнику выйдет сотрудник и обслужит его. Но на практике получается, что кнопка сделана для галочки. Вот я человек на коляске подъехал, такой, бац, и все. Кнопка вон она. Кнопка вон. А как я туда подъеду к этой кнопке-то? Понимаете, бывают такие моменты, когда необходимо зайти в аптеку самой. А если ты подъезжаешь с ребенком, чтобы туда зайти, мне как бы предположительно необходимо ее оставить на улице. Это просто не вариант. Абсолютно. И вот вход в шестую детскую поликлинику. Он оборудован пандусом. Войти труда не составляет. Вот только это один из двух корпусов, где принимают узкие специалисты. Во втором здании принимают анализы, а также врачи широкого профиля. И здесь самостоятельный вход весьма затруднителен для человека в коляске. Просто упрешься и назад. Пытаясь сделать среду более доступной, инвалиды и родители детей-колясочников стучатся во все двери. В непростой жизненной ситуации находится Людмила. Она в одиночку воспитывает сына, прикованного к коляске. Говорит, из дома старается с ребенком не выходить, потому что это опасно для его жизни. А установить пандус в доме старого жилого фонда не предоставляется возможным. Управляющая компания дает ответ, что это травмоопасно и мне, и ребенку, потому что получается угол у пандуса 30 градусов, а это не соответствует ни нормам, и травмоопасно. Установить небольшой пандус или самостоятельный выход девушка проживает на первом этаже. У нас высокий порог и дырка, поэтому я положила старый подоконник, чтобы нам хоть как-то можно было выезжать из подъезда. А также ремонт асфальтового покрытия. С такой просьбой Людмила обратилась в администрацию города. Ответ Надежды не оставляет. Благоустройство дворовой территории у дома 14, корпус 1 по улице Великаново в программы формирования современной городской среды до 2020 года не входило, так как в сроки приема заявки не поступало. Если проще, то ямы у Хабины во дворе женщина с ребенком-колясочником придется преодолевать еще долго. Приходится просить людей, чтобы они помогали мне. Ребенок уже взрослый, очень тяжело. Мне одной не спрати, я живу одной. За доступность городской среды для инвалидов сегодня бьются активисты Общероссийского народного фронта. По результатам этого эксперимента они сделают отчет, который передадут в город администрацию. Изначально вот этот маршрут, который мы сейчас прошли, Любовь Николаевна с представителями прокуратуры, органов администрации, префектуры, они прошли еще в мае этого года. То есть у них срок для устранения вот этих недостатков был как минимум три месяца. Вот сезон строительный, так сказать, сейчас закончился. Мы по его итогам прошлись по этому же маршруту. Итоги, я думаю, мы сейчас все видели какие. Поэтому будем надеяться, что к этой проблеме привлекут более внимательно и устранят, и решат. Стоит сказать, что программа уже сработала. В регионе адаптировано более 100 объектов социальной среды, свыше 80 образовательных учреждений. Но касается это относительно госорганизации. Большая часть объектов инфраструктуры для колясочников остается недоступной.